что бред дорогие друзья уже не впервой но довольно редкий вид у нас сегодня конференции если можно сказать я честно говорю бангоке женя находится в москве и мы сегодня записываем видео о чайной науке следующая серия Женя так по месяцу три там до собирал изучение привет да да мы у нас есть новые данные про чай и здоровье вот так что да чай и здоровье присаживайтесь поудобнее будет интересно сегодня у нас онлайн телемост ну что ж с чего начнем сегодня у нас сегодня мы разберем как вода из чая влияет на здоровье то есть как чай путешествует по организму весь его путь проследим соответственно посмотрим как усваиваются как влияют на наши организмы кофеин и эльтианин и другие компоненты чая и разберемся как работает чайная медитация как она может людям помочь в жизни ока вот начнем с того что надо нам разобраться вот с водой в чае да то есть как вот чай как жидкость нам надо понять что в организме вода неразрывно связана с солью то есть с натрием и надо разделять эти два понятия вот сколько во мне сейчас воды определяет то сколько во мне сейчас натрия захотелось воды попить когда мы пьем воду мы вот с одного конца мы вот такой объем воды загрузили с другой с другого конца такой же объем грубо говоря из нас вышел если мы не изменили количество соли но почки могут вывести только воду вместе с натрием то есть у нас в организме такой механизм что клетки управляют куда идет натрий и вода следует за ним и вот смотрите что происходит когда мы пьем чай в чай чай мы завариваем на любой воде на хоть на дистиллированный хоть на родниковый это не так важно то есть мы растворяем компоненты чая между молекулами воды вода от этого никак вообще не изменилась та же самая h2o и мы это все дело проглатываем оно попадает в желудок по пищеводу пищевод у нас вакуумно плотный то есть каждый глоток который мы делаем пищевод захватывает в такой маленький комочек и именно что прокатывает его вниз от глотки до желудка и за это отвечают гладкая мускулатура кишечника пищевода он попадает в желудок и дальше попадает в двенадцатиперстную кишку и в тонкий кишечник в основном у нас вода вся усваивается в тонком кишечнике вот все что мы едим пьем вот но главное просто нам задавали вопросы про то вот дистиллированная вода можно ли когда мы растворяем в ней только магний там или кальций ну да является ли она полноценной как бы потому что да основной был там что то еще что мы там присаживаем какие-то дополняем минералы да но природная вода наша гораздо более богата по своему составу вот вот и оказалось то что натрий натрия в обычной воде очень мало даже в жесткой воде я специально посмотрел ну не знаю насколько это корректное сравнение посмотрел анализы воды водопроводной московской которую мы там в клубах делали я у себя дом делал анализ 16 миллиграмм на литр вот смотри в день взрослому человеку нужно примерно полторы тысячи миллиграмм натрия пересчете на сон это сколько надо понимаешь да да надо выпить чтобы пополнить именно по натрию из воды нам надо будет выпить в день всего лишь 94 литра вообще ерунда подумаешь ну как бы каждый день так каждый день обычно так и пьем вот и оказалось то что в основном натрий мы восполняем из пищи то есть не из воды вообще оказалось то что вся вся вообще пища вот в ней отдельно содержится h2o и весь h2o который мы потребили то есть все клетки там я не знаю фрукты и овощи макароны пельмени все что содержит так или иначе влагу вся эта h2o считается за чистую h2o это мы отставили в сторону вот это отдельно мы пополнили воду но из той же пищи мы берем натрий то есть мы его берем не из воды вот эти полторы тысячи миллиграмм мы восполняем из пищи и получается что если мы возьмем в пересчете на соль вот молекула соли это натрий хлор натрий по весу в этой молекуле занимает 40 процентов то есть ну там надо умножить поделить на 0 4 в общем получается грубо говоря если мы голодаем вот если у нас голодный день да и мы только пьем соответственно нам надо за счет соли восполнить нам надо будет положить там 3 3 с половиной грамма соли вы понимаете то есть какая разница между 16 миллиграммами на литр и тремя граммами соли которую мы например пищу солим ну и соответственно натрий содержится еще во всех остальных продуктах в разном соотношении то есть оказалось то что вот нам надо именно солевой баланс поддерживать в организме не просто пить воду то есть вот эти вот все рекомендации насчет того что там два литра или три литра если мы будем просто пить чистую воду мы будем вымывать натрий потому что почки выводят только воду с натрием они сами почки соленые и они когда надо очистить кровь они выводят всякие всякую всякую ну как бы метаболиты наши да продукты жизнедеятельности почки выводят вместе ну выводят соль а вода вместе с этими метаболитами следует за ними и соответственно нам надо каждый день не просто пить два литра а во первых пить столько сколько нам комфортно не восполнять натрием тогда организм будет удерживать соль например алкоголь он обезвоживает то есть организм усиленно начинает выводить продукты распада и теряет натрий это причина по которой на утро мы обезвожены и нам надо не просто воду да а именно воду с натрием электролит выпить это причина по которой рассол действительно работает понятно ну да и главное то что мы с друзьями специально проверили составы разных минералок я посмотрел у минеральных вод содержание натрия от 1 грамма на литр до 2 граммов на литр то есть вот вдумайтесь чтобы пополнить обычный наш повседневный запас натрия 1500 бутылки 3 литра минералки то есть мы не говорим про обычную воду про водопроводную про там я не знаю рудниковую натрия нужно столько это самый большой макроэлемент то есть натрия нужно матрий натрий к калию к кальцию к магнию смотри магний единичка кальций двойка калий четверка а натрий восьмерка вот в такой пропорции они у нас содержатся в организме то есть натрия нужно больше всего и 3 литра минералки нам нужно ну как бы просто каждый день то есть нужно не просто пить минералку после вечеринки а просто нужно посолить стакан воды а лучше не ходить на такие вечеринки где нужно пить алкоголь и пить хороший чай слушай да а вот смотри а чай и например кофе они это слабые диуретики диуретик это напиток который ну жидкость вещество которое увеличивает объем мочи а соответственно ну если моча вырабатывается вместе с натрием то есть мы начинаем терять натрий то есть в этом смысле как бы там очень хитрый механизм мне очень понравилось в нем как бы разобраться потому что с одной стороны мы вроде бы пьем например я пью вот литр чая да я вроде загрузил себя литр воды а по факту этот же чай компоненты из чая кофеин например увеличил объем мочи я как бы да воды h2o тот что вот я говорил да h2o мы загрузили в организм а соли не загрузили это значит то что в целом люди которые пьют каждый день чай у них в целом должно быть полегче с солеными продуктами то есть у нас очень соленая вся пища ну то есть если мы это не контролируем в основном там во всех кафе ресторанах как надо достаточно много соли содержится перебор но нам это будет не перебор если мы пьем много чая правильно ну да то есть чай просто помогает с этим и надо понимать то что если мы съедим слишком много соли то организм в этот день не выведет тот объем воды из организма ну вот тот объем воды который он обычно выводит почему например могут мешки под глазами появится это от того чтобы клетки нашего организма буквально увеличились в размере они держат в себе эту воду то есть и это же причина например по которой на марафоне нельзя спортсменам там давать просто чистую воду потому что мы с потом ну пот опять же организм выводит натрий вода следует за ним соответственно спортсмен на марафоне теряет воду с натрием если он просто будет теряет он воду с натрием а если он будет просто пить чистую воду я не знаю я марафона не бегал но возможно он закончит марафон в больничке то есть надо именно во время таких нагрузок пить электролиты то есть спортсмен я разговаривал со спортсменами им все это известно нам как чайным людям как бы я решил то что стоит один раз это все вот уяснить и например когда мы говорим то есть как мы теряем натрий и воду да вот мы если мы потеем если мы выводим мочу да то мы теряем натрий с водой потому что мы именно жидкость в жидком состоянии воду теряем а когда мы говорим мы теряем вода испаряется у нас изо рта когда ты и говоришь и то есть тоже получается сам все 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 жидкость ну у нас две трети веса клеток это жидкость вот то есть когда мы говорим мы теряем чистый h2o потому что он испаряется и тогда можно просто выпить воды и натрий восполнять не надо натрия мы от того что говорим не теряем но почему кстати интересно то что спикеры постоянно же водичка стоит потому что горли пересыхает там час говоришь 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 хочется обязательно что-то выпить да это буквально у нас испаряется вода изо потому что мы говорим ртом соответственно если мы дышим носом в течение дня говорим мало то мы не обезвоживаемся от этого то есть короче молчание золото господа если хотите сохранить воду если у вас мало воды молчите да 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 целее будете слушай ну так вот получается смотри была такая байка старая что чай значит выводит кальций ну то есть это ерунда чай выводит натрий ну то есть чай ничего не выводит на самом деле на ты просто выходит потому что пьем воду и поэтому для того чтобы натрия не терять если мы пьем много чая нужно есть соленую пищу и восполнять себя натрия содержащими продуктами правильно тебя понимаю ну да то есть можно скажем прямо специально пересаливать не надо но возможно людям которые пьют много чая стоит чуть-чуть больше подсаливать вы вы это должны сами для себя посмотреть как вам больше нравится то есть чуть чуть можете несколько дней чуть больше подсаливать если вы себя чувствовать будете лучше от этого значит а как недостаток натрия сказывается на самочувствии если какие-то симптомы как это выглядит натрий от него будет на самом деле в основном слабость потому что натрий участвует в активации скелетных мышц вот оказалось то что гладкая мускулатура кишечника она управляется не через натрий а через кальций соответственно если у человека дефицит кальция а как мы это вот в прошлый раз про воду обсуждали да дефицит кальция это если дефицит витамина d если у человека высокий витамин d кальция будет в организме достаточно он просто будет усваивается из всей еды гораздо лучше и тогда гладкие мышцы кишечника и ну все остальное что работает на кальции и кости будут работать как должны вот от натрия я просто не буду врать все все симптомы дефицита натрия не помню но основной вот такой то что если вы чувствуете слабость то возможно там голова такая вялая тоже то такое бывает при голодании то есть я я практикую голодание один раз в неделю по воскресеньям и соответственно раньше я специально выбрал воскресенье потому что если ты просто это делаешь на на воде на чай и на ну без соли я это не знал раньше вот я разобрался и оказалось то что да действительно хотите голодать просто соль не да не надо забывать про соль про электролиты есть смысл солить солить воду которую ты пьешь время голодание ты хочешь сказать да то это ешь голодание слабое потому что некоторые делают голодание сухое вообще там так вот про сухое я не знаю в сухом не разбираюсь честно вот в мокром голодание разбираюсь то есть факт в том то что ну организм выводит мочу ему надо чистить кровь чистить кровь ему надо все время и только если вода есть он может в этот объем выделить эти метаболиты понимаешь ну да если ты воды не потребляешь то получается ты как бы организм на метаболиты не можешь уводиться я правильно понимаю ну фактически ты обезвоживаешься то есть возможно в сухом голодании есть какой какая-то польза но я механизма не знаю поэтому я ничего не могу сказать вот но просто вот чтобы чтобы понять как работает вода есть очень хороший пример мне он по мы оставим материалы я сделал целый плейлист на 30 видео они правда на английском языке все но мы субтитрами посмотри просто супер подробно если вам эта тема интересна вы разберетесь принцип такой вот почему морские рыбы не выживают в пресной воде и наоборот чтобы понять принцип смотрите рыба которая живет в морской воде она живет в очень соленой среде и у нее конечно не такой же солевой баланс в организме но она приспособлена вы же к выживанию все ее вот натриевые каналы они приспособлены к тому чтобы выживать именно в такой концентрации соли если морская рыба попадает в пресную воду внутри рыбы много соли снаружи мало что происходит рыбу распирает и она умирает от отека потому что вода воду не остановить вода идет в клетке за солью причем это пассивный транспорт так называемый то есть для этого не требуется никакой энергии она проходит насквозь через клеточные мембраны за натрием то есть организм управляет тем куда ему надо выделить воду тем куда он выпускает натрий вода сама за ним идет то же самое пресно пресно пресноводная рыба в соленую воду когда попадает в рыбе мало соли в воде много и рыба умирает от обезвоживания потому что вода выходит из рыбы в воду и а рыба не приспособлена у нее все клетки высыхают буквально несмотря на то что она в воде возможно это кстати одна из причин почему морскую воду пить нельзя потому что это очень быстро приведет к обезвоживанию получается да высыхаешь ну ну да да ну если так подумать тупы по идее мы должны перегрузиться натрием и перестать выводить воду не будем спекулировать до про морскую воду главное что еще хотел рассказать про провод то есть вот этот принцип мы усвоили да то что вода идет за солью это причина по которой например растения впитывают воду вода которая падает с неба дождем она пресная в корнях есть натрий и вода идет внутрь корней а если есть прибрежные районы где тайфуном именно объем морской воды заносит на сушу то получается почва соленая и вода выходит из растения и растение опять же умирает от того что высыхает она теряет воду вот такой принцип то есть важно баланс соблюдать и конкретно чай нам помогает скажем так при предотвращать образование камней песка в почках потому что ну чай это слабый диуретик и он соответственно и воду дает и увеличивает объем мочи соответственно там не происходит застоя это то что делает чай за счет кофеина вот а конкретно как как это работает в организме у нас в мозге есть отдел где нейроны чувствительные к растяжению и вот когда мы это вот отдел который определяет обезвоживание все он говорит подсказывает нам когда надо пить если мы потеряли воду соответственно эти клетки эти нейроны теряют объем ну как бы сжимаются да и они говорят нам надо больше воды а соответственно больше воды нам или в общем натрий натрий с водой надо добавить и тогда организм удержит в себе больше воды а если их наоборот распирает то они говорят надо воду выводить соответственно воду надо выводить вместе с натрием и такие вещи например как высокий инсулин при диабете второго типа инсулин приводит к задержке натрия то есть почки не выводят достаточно натрия из-за этого у людей происходят отеки и натрий чтобы в общем компенсировать высокое содержание натрия можно калием потому что в организме вот все где происходит обмен воды да куда-то вода двигается внутри организма происходит обмен натрия и калия это называется натрий калевые насосы если вам интересно вот можете прям поискать в интернете натрий калевые насосы как как они работают чтобы я сейчас слишком подробно не растягивать вот как то так слушаю про чай что про чай вопрос ну вот смотри значит мы поняли думаю что можно дальше не углубляться в эту тему углубляться те кто захочет даже мне уже сложно вот я могу сказать что смотри значит вот мы пьем чай на думаю что сам практичный вопрос вот я пью чай вы значит получается что если в чай и натрия мало то я значит увожу получается излишне над ну это больше натрия чем надо могу вывести буду пить не слишком много чая то же самое можем сказать про воду может быть даже но у тебя даже в этом смысле больше скорее выводит как мы компенсируем это все то есть мы что делаем мы компенсируем из еды только то есть вот я специально после после предыдущего видео нашего я специально проверил насчет того как усваивается вода и как влияет кальций и магний из воды оказалось то что вот в районах где у людей очень бедная диета где я не знаю там три блюда я не знаю хлеб и вода есть такие такие регионы есть где люди вот так питаются то есть у них очень бедная диета там действительно микроэлементы или макроэлемент который содержится в воде они влияют на здоровье людей и в таких регионах чем жестче вода тем здоровее люди ну то есть тем меньше они болеют а если диета разнообразная то из воды ну вода в общем никак не дополняет этого потому что мы берем из еды в десятки раз больше собственно этих электролитов и оказалось то что чай вот в чай например цинк содержится мы говорили тоже очень важный микроэлемент соответственно все те компоненты которые вышли из чайного листа в воду пожалуйста но их там больше чем в простой воде в остальном именно по натрию по калию по ну кальций даже ну вот мы возьмем родниковую воду 200 миллиграмм на литр кальция ну это это очень мало то есть это какие-то литры надо и причем если мы такие литры выпьем организму надо будет от этого избавляться и он только избавиться от натрия и от всего остального то есть получается этим правильно понял что в целом пьем ли мы чай или пьем ли мы воду есть у нас нормальный рацион разницы особо нету то есть и глобально организм она получает воду который он хочет и при случае с чаем он также что получать всякие микроэлементы то есть вот это вот чай это более полезная вода до общаюсь более полезного да байка вот эту распространенную Что вот, я напью себе чай, мне нужно обязательно выпить столько же воды. Но это же точно байка. Ну, нет, нет, наоборот. То есть чай, поскольку я сказал, он диуретик, то он и так увеличил объем мочи. А если еще выпить воды чистой, не соленой, то есть... То лучше покушать, короче. Если чай выпил, покушай, правильно? Соленой еды. Отлично, супер. Мы наконец с этим разобрались. Потому что, к сожалению, даже я сам был транслятором этих байк в свое время, потому что оно просто из-за недостатка информации. И самое главное, недостатка информации именно научной, именно о чае. Потому что даже врачей иногда спрашиваешь, как работает метаболизм чая. Вот ты сейчас разобрал так довольно-таки доходчиво. Я надеюсь, всем понятно. Кстати, оставляйте, ребята, комментарии, если что-то вдруг непонятно. То есть мы, конечно, стараемся всегда отвечать на все вопросы всегда под видео. На основании этих вопросов, в том числе, записываем следующее. Это у нас такой безостановичный процесс научного исследования чая. Но, да, то есть получается, что мы с метаболизмом, в общем, все хорошо. Пьем чай, не переживаем, не надо его запивать водой. Лучше заедать его богатым рационом еды с большим содержанием натрия. Правильно? Ну да. Супер. Ура. Ну, то есть если разнообразная диета, то проблем никаких нет. От того, что хоть на дистиллированной воде. У меня, я же специально для наших экспериментов минерализатор снял со своего фильтра. И я год пью дистиллированную воду. Это на самом деле вопрос просто вкуса. То есть дистиллированная вода, она чуть более кисленькая. Подожди. У нее аж не 7,0, а 6,5. То есть мисс про то, что дистиллят – это очень вредная, ужасная вещь. И пить его ни в коем случае нельзя. И он вымывает весь кальций, натрий, фтор, там, и цианисты калий из организма. Это, значит, тоже ерунда. Абсолютно. То есть дистиллированная вода, она вообще ничем от водопроводной не отличается. Что там 0 мг на литр, что там 200 мг на литр кальция. Ну, 200 – это я еще беру колодец. А так 100 мг на литр. Для организма это вообще незаметное количество, как слону-дробина. Ну, понятно. И просто важно понимать, вот мы как раз в самом начале, я рассказал, то, что вода доходит до тонкого кишечника. А теперь внимание. У нас за день в желудке вырабатывается полтора, ну, от одного до полутора литров воды. Организм использует сам воду внутри себя, постоянно ее гоняет по-разному, чтобы управлять своими процессами. У нас во рту начинается процесс пищеварения, и у нас вырабатывается слюна и чистая вода. То есть чтобы смачивать пищу, которую мы жуем, выделяется не только слюна, то есть с всякими компонентами, которые начинают процесс переваривания. Ну, и просто чтобы смочить, выводится, соответственно, с натрием, выводится вода, и у нас во рту мы уже хлеб можем тогда есть спокойно. Он смачивается, превращается в так называемый болюс, в комочек пищи мокрой, и мы его проглатываем. В желудке вырабатывается вода. И в тонком кишечнике она вырабатывается, в верхнем отделе. И она вырабатывается за счет того, то есть дистиллированную воду организм... Вот мы просто в прошлый раз там и в комментариях оставляли нам такие вопросы, что дистиллированная вода, она в себя, получается, из нашего организма впитывает микроэлементы. Оказалось, что... Нет. Чтобы ее усвоить, организм выводит натрий, и с помощью разных трюков, вроде натрий-калиевых насосов, выводит ее обратно внутрь, усваивает. Потому что к моменту, когда еда выходит из тонкого кишечника в толстый, остается 10% жидкости. И эти 10% в толстом кишечнике тоже усваиваются. Поэтому просто надо отдавать себе отчет в том, что есть отдельно вода, то есть H2O как носитель, я не знаю, то есть как фреон в холодильнике. То есть это то, на чем мы ездим. И есть отдельно соли. Классно нужно, чтобы они были. Отлично. Слушай, по-моему, исчерпывающие. И за ними надо следить отдельно. По-моему, исчерпывающие. Думаю, если кому-то что-то непонятно, ребята, оставляйте вопросы, мы разберем эту тему подробнее. Да, на мой взгляд, это было важно просто уточнить, то, что организм сам воду вырабатывает, сам ее впитывает, и мы вообще можем жизнь прожить, так и не узнать про это. Потому что все внутри происходит. Понятно. Слушай, насчет эльтианинов дальше, наверное, пойдем. Да, да. Вот следующий вопрос. Очень интересные две лекции послушал у Вячеслава Дубынина и Алексея Водовозова. Нам на них ссылались. И смотри, какая штука там. Можно сказать, что мы сегодня поставим точку в вопросе о воздействии чая на человека. Ну-ка. Амбициоза звучит. Да, 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 да. Смотри. Что сказал Вячеслав Дубынин? То, что кофеин, он, когда попадает в организм, усваивается, все, он крепится к так называемым пуриновым рецепторам. Ну, это вот то, что мы в самой первой нашей лекции год назад обсуждали, что есть вещество аденозин, которое цепляется к этим рецепторам. Видимо, это те самые пуриновые рецепторы. И за счет этого мы чувствуем, что мы устаем, и к концу дня наши рецепторы накопили аденозина, и мы тогда спокойно засыпаем. А кофеин, соответственно, блокирует эти рецепторы. То есть это как замок заклеить жвачкой. Замок кофеин не поворачивает эти рецепторы. То есть дальше процессы, мы не чувствуем усталость. Но аденозин плавает в крови. И оказалось, что пуриновые рецепторы у разных людей, разное количество пуриновых рецепторов есть в разных частях организма, на разных органах. И поэтому кофеин на каждого человека действует по-своему. То есть для кого-то он прям, ну, можно сказать, бодрит, в общем, убирает сонливость очень сильно. И при этом не воздействует на сердце. То есть пульс спокойно, ну, сердце никак не меняется. А у кого-то, наоборот, не так сильно бодрит, но при этом сердце начинает колотиться, как ненормальное. А у третьего, например, происходит раздражение желудка. То есть он прям чувствует, что как-то всё там начинает крутиться и шевелиться. И это разные люди. И оказалось, что пуриновые рецепторы у разных людей в разном количестве есть на разных органах. И, соответственно, у кого больше на каких органах, на те органы кофеин больше и воздействует. Понятно. А насколько это сильно вариативно? Насколько это сильно вариативно? То есть это, смотри, есть какие-то группы людей, там это как-то по полу, возрасту определяется, или это просто какой-то рандом вообще? Нет, это генетически. То есть ты никогда не узнаешь, какие... Вот пока ты не дашь человеку кофеины, он говорит, кого-то кофеин расслабляет. Ну, то есть, и, соответственно, в чае же кофеин — это не единственный алкалоид. А я посмотрел, алкалоиды — это очень широкая группа веществ, там у них даже классификация, классификацию как таковую построить не получается. Настолько это разнообразный класс веществ. Но если мы берём аналогию с кофеином, то есть он нам помогает понять, как устроен организм человека, мы понимаем, что для любого, какое бы мы вещество ни взяли, теобрамин, теофилин, ещё что-нибудь, оно всё будет... У каждого человека разное количество рецепторов будет в разных местах для этих веществ. Поэтому очень сложно мериться состояниями именно от чая. На кого-то один чай воздействует одним образом, а на другого совершенно по-другому. Отсюда мы имеем вот это вот разнообразие. То есть когда все пьют, даже сидит там несколько человек вместе, и у всех ощущения разные, в том числе, по крайней мере. Но я так понимаю, что вкусовые рецепторы менее разнообразны. То есть мы говорим про вкус и аромат, или мы сейчас про это не говорим, мы говорим про действие на организм? Это я всё-таки про чайное состояние, ну вообще воздействие чая на организм. Если говорить про вкусовые рецепторы, есть на самом деле разница, потому что, ну, вкусов мы знаем, не помню, 5 или 6, ну то есть вот этот вот кислый, солёный, сладкий, горький. У мамы ещё есть, да-да-да. Вот. Это вкусы. А на самом деле вот эту вот палитру, то, что мы можем сказать, о, там цветы, там мёд, фрукты, травы какие-то пряные, это мы чувствуем запахом, на самом деле. Когда мы пьём чай, мы чувствуем, ну и вообще, когда мы едим, то есть большую часть, большую часть вкуса определяют наши обонятельные рецепторы. И если говорить конкретно именно про рецепторы во рту, то есть которые вот эти вот базовые вкусы, то оказалось, что есть люди, у которых есть рецепторы к кальцию, к магнию отдельно. А, смотри. И сейчас боюсь соврать. В общем, этим людям, вот мы даже с сотрудниками, когда проводили эксперименты с водой, мы же используем сульфат магния. И из 10 человек попадались 1-2, которые говорили очень странный вкус, он необычный. То есть, видимо, у этих 1-2 людей были рецепторы к магнию, которых нет у других людей. И это, скажем так, не плохой вкус, а он просто необычный. То есть вроде бы это вода, но есть металлический привкус просто за счёт того, что конкретно у этого человека есть такой вкусовой рецептор. Остальные, как бы, для них этого нет, не считается. Отдевительная тема, да. Вот. А если возвращаться к кофеину, чем дополнил, скажем так, вот эту картину водовозов? Он сказал то, что вот у разных людей есть в разных местах пуриновые рецепторы, да, разное количество на разных органах. Но и ещё у одного человека, в зависимости от того, насколько регулярно он потребляет кофеин, содержащие напитки, будет разное количество рецепторов к кофеину. То есть, вот представь себе, человек, который никогда чай и кофе не пил. У него этих рецепторов столько, сколько нужно организму. И вдруг мы выпили чай или кофе и забили все эти рецепторы. Адонозин плавает в организме, организм такой, что происходит? Что-то новенькое. А где адонозин? Почему перестало работать? И он начинает вырабатывать больше рецепторов. И оказалось то, что он компенсирует до тех пор, пока он не вырабатывает достаточное количество рецепторов. Ну, если человек пьёт кофеин, содержащие напитки, каждый день, например. Он организм уже заранее такой, так, он, короче, утром выпьет две чашки, я не знаю, чашку кофе, литр чая, нам надо выделить вот столько рецепторов, чтобы чисто под эти его хотелки. Ну, ему нравится, хорошо. Ну, и таким образом, да, это так мы объясняем, почему нарушается привычный метаболизм, да, то есть почему он изменяется. Потому что просто организм адаптируется под твои... То есть меняется, даже у одного человека меняется количество рецепторов. Организм подстраивается под, ну, вот, под потребление. Ну, поэтому, да, этим легко объясняется то, что когда ты заменяешь чаи, опять-таки, да, меняешь состав вот этих самых вот всех алкалоидов, то есть там кофеин другой немножко в другом чай, в другом количестве, по-другому, в другом связан там, да, то есть получается ты организм таким образом надаёшь ему какую-то другую картину, которую он не знал, и он не готов к этому. Поэтому на тебя другой чай начинает резко действовать более, скажем так, пристально, прицельно. Да, 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 однозначно, потому что в чае очень разный состав. То есть там надо понимать то, что в чае вот эти 3000 компонентов, на самом деле большая часть этих веществ, они находятся в следовом виде, то есть в основном в каждом конкретном отдельном случае по-настоящему на нас хоть какое-то воздействие может оказать, ну, 300-400 компонентов. Мы говорили, да, про 450, остальные не доходят. Всё остальное, просто его очень мало содержится. Вот как я сказал, если для организма 100 миллиграмм на литр – это мало, ну, по натрию, это макроэлемент, там окей, там будут микроэлементы, но точно так же и все остальные вещества. Вот, и организм подстраивается под это, ну, в разных чаях будут разные компоненты, поэтому разные чаи действуют на нас по-разному. Мы, кстати, скоро к этому перейдём, к этой теме. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что тут надо понимать? Что вот, например, у меня я не испытывал никакого чайного состояния уже года три. Вот когда я начал пить 15 чаёв в ротации разных сортов, разных степеней ферментации, вот помню, когда мы попробовали впервые чао-джоу шуйсянь чао-ча. Ох ты, чао-ча тебе? Это очень мощное количество. Очень много людей после чао-ча почувствовали что-то новое. Ну, вот, теперь-то мы понимаем, откуда это берётся, то, что в нём содержатся какие-то алкалоиды. Мы не знаем, какие. Понимаешь? Которые для организма, вот если сейчас вдуматься, как это работает, они, чтобы на организм как-то подействовать, эти вещества цепляются к каким-то рецепторам. Каким-то. То есть мы просто должны знать то, что есть вещества, есть рецепторы. И компоненты из чао-ча цепляются к таким рецепторам, которые у нас раньше. Ну, другие чаи, короче, никак не воздействуют на них. И для нас воздействие этого чая новое, потому что это всё равно, что показать кофеин человеку, который кофеин, содержащий напитки, никогда в жизни не пил. Поэтому такое яркое воздействие. Кстати, интересная ещё штука. Извини, что перевёл. Я замечал же тоже такое, знаешь, стремление к чайным миксам. Ну, то есть смешать там несколько разных сортов. Я периодически такое тоже таким грешу. У нас остаётся, знаешь, там несколько чаёв, там понемножку. Ну и которые по ферментации совпадают, и даже не всегда совпадают, но там какой-нибудь белый с шеном, и там какой-нибудь гуандуниус туда добавить ещё, или какой-нибудь там зелёный, маленький, там чуть-чуть, там знаешь, или разные шины смешать, ну это вообще святое дело. Или какой-нибудь красный чай с шуфуэром, и туда чё-нибудь ещё, чал-чал добавить. Ну то есть абсолютно такие нецеремониальные, обездухотворённые подходы к чаю, но при этом, конечно, действия таких купажей, они гораздо сильнее. То есть получается, что ты точно более широкий спектр захватываешь. Ну да-да-да, то есть в разных чаях содержатся разные вещества, они активные, то есть они просто в чае вещества сложного состава. То есть они, это не просто там, окей, вот если мы говорим там про какой-нибудь цинк, ну хорошо, цинк – это цинк. А всё остальное, кофеин, ну ты вот просто если вдуматься, что он имитирует аденозин, цепляется к рецептору, блокирует закрепление аденозина, это сложный механизм. То же самое со остальными, потому что это вот фитонутриенты так называемые, фиторастительные вещества, они с разным сложным составом, и они встраиваются в цепочки метаболические у нас. Я думаю, что это даже в основном ещё и не изучено, потому что такое количество вариативностей воздействия, причём если мы к этому ещё прибавим, мало того, что это там сотни разных соединений, так ещё и индивидуальное восприятие этих сотен разных соединений, то есть количество вариантов потенциального чайного состояния, там это миллионы каких-то возможностей. Я, собственно, когда это вот открыл для себя, на мой взгляд, что на этом можно поставить точку в вопросе воздействия разных чаёв на человека, потому что такой вопрос был у нас в комментариях, спрашивали, как на толстых, на худых, на женщин, на мужчин влияет. По-всякому. Ну да, просто берёшь и пьёшь. Нет, ну это самое простое объяснение, на самом деле самое правильное при этом, потому что если ты пытаешься обмудрствовать на тему, рассказывая, ну вот в этом чай больше кофеина или там больше чего-то ещё, и поэтому именно на вас он будет действовать так, это в основном и шарлатанство, потому что реально ты не видишь доказательной базы, какая может быть, ты же не знаешь, какие конкретно рецепторы этого человека, какие у него особенности его личного метаболизма, и ты не можешь ему лично рекомендовать и говорить, что вот тут точно получится именно так именно у тебя. Поэтому, но при этом же есть какие-то всё равно, знаешь, вот, скажем так, наиболее распространённые… Нет, тренды действительно есть. То есть всё равно мы понимаем, что если мы пьём шу-пуэр, ну скорее всего он нас бодрит, скорее всего это будет более бодрячий чай там, да, там какой-нибудь там, не знаю, тигуанини, он там будет тоже бодрит, но не так сильно точно, то есть разница будет вот это вот воздействие, думаю, с учёт ферментации и прочего. То есть есть же те моменты. У меня чем-то часто тебе вопрос, знаешь, такой, ну вот я пью белый чай, он такой лёгкий, и там никакого кофеина же, наверное, нет. Я говорю, не-не-не, подождите, в белом чае как раз кофеина-то хватает, там витаминов хватает, потому что он белый, там почки, часто бывает больше почек, как просто белого чая. То есть как бы интересно то, что вот сам себе ферментация, там плотность настоя, она количество кофеина не характеризует, это же правильно я говорю? На самом деле, да, потому что кофеин, вот сколько его было в кусте, на кофеин сильно влияет культивар, то есть вот какой сорт чая, и на такой почве. Ну, кстати, да, мы говорили, это старая тема, то, что, например, на юге, если брать только Китай, я не беру там другие регионы, но Южный Китай, там больше кофеина, потому что более богатые почвы, дерево мощное, там оно ближе к эндемичному региону, где оно прозрастает, там, соответственно, оно такое более, сказать, независимое от какой-либо деятельности человека, и оно, получается, дает больше кофеина, то есть там бывает в 2-3 раза в кустах разница по сравнению с какими-то северными культиварами. Ну вот я могу немножечко приоткрыть завесу тайны, нам написал студент, Герман из Австрии, который провел исследование на 30 чаях, это его была бакалаврская работа, но бакалаврская работа в Австрии, мое почтение, 30 чаев он измерил на масс-спектрометре. Ну, то есть полный спектральный анализ сделал вообще всего, что там есть, правильно я понимаю? Ну, не всего там масс-спектрометра, вот какие компоненты конкретно ты измеряешь, те он и видит. Вот он измерял по пяти показателям, я просто, мы, скорее всего, организуем отдельную встречу, позовем коллег из МГУПа, Германа, и сделаем созвон, чтобы он рассказал про свою работу, потому что она достаточно, ну, там прямо интересная. Слушай, я думаю, это будет интересно, это будет у нас такой микроанонс нашей следующей серии науки о чае, вот, это будет здорово. Ну, вот что, что, наверное, уже сейчас можно сказать, то, что во всех 30 чаях было одно и то же, практически одно и то же содержание кофеина, кроме Дяньхуна. в Дяньхуне, не помню, какой конкретно сорт, там было 500 миллиграмм на литр, это больше, чем в этих самых, в энергетических напитках. То есть, но в остальном, во всех остальных чаях было примерно одинаково. В зеленых, в красных. Насколько скачок был, я прослушал, что ли, я противослушал, насколько разница получается там поменна? В остальных было 300, а в этом было 500 миллиграмм на литр. Это даст, ну, это прилично. Почти в два раза, ну да, такое, серьезно. Да. В 1,7 где-то. Ну да, это нормально. Ну, это о чем, собственно, я только что и говорил, то, что юнайнские культивары, они как бы более мощные. Но интересно, а в остальных чаях там с одних были шу-пуэра, например, там какие-то еще? Были, примерно одинаково. Это было, кстати, и это было неожиданно. Вот это, кстати, да, интересно, потому что, по идее, дни хун, он растет там же, где и шу-пуэр, то есть это даже бывает то же самое кустовой средств. Вот какая разница в культиваре, очень сложно сказать. Да, это интересно. Я вот сейчас, например, читал про эльтианин, вот мы как раз к этому сейчас перейдем. Эльтианин есть, сейчас тебе скажу, анзибайча культивар. Да-да-да. Это такие, чайный куст, у которого очень бледные листья, то есть у них мало хлорофила. Да. Они такие, прям почти белые, то есть это не почки белые, да? Наталист, я знаю, я же много раз был на плантациях, где анзибайча растет. Интересно то, что вообще изначально его за анзи, но сейчас его выращивают и в других провинциях тоже. И что ты думаешь, там эльтианин содержится 400 миллиграмм на литр. То есть прям много-много. Это тот самый культивар, из которого делают добавки с эльтианином. Да ладно. Ну вот просто. Да-да. Господа, пьем анзибайча. Рекламная пауза. У нас эти даже вроде есть еще. Я смотрел на сайте, когда-то он был, сейчас он в архиве, но по крайней мере я его нашел. Слушай, кстати, интересно, потому что он такой, знаешь, еще он очень мощный по вкусу. В плане того, что он был прошлогодний, ну, собственно, в этом году пока еще не привезли его, но привезем обязательно. Он почему-то очень долго держит вкус. То есть вот его там прошлогодний год лежит, да, то есть если какой-то чай тускнеет от некоторых зеленых, то анзибайча вообще вот лежит себе и лежит, и у него все хорошо. Может быть, из-за этого в том числе. И вот нам еще очень давно, кстати, не то, что спрашивали, а может быть, спорили, на тему того, сколько кофеина, как раз год назад видео это было, сколько кофеина содержится в чае, в чае содержится примерно 30 миллиграмм кофеина в одном грамме. Вот когда мы пытаемся сравнить чай с кофе, надо вот понимать то, что в одном грамме чая примерно 30 миллиграмм кофеина. Соответственно, если мы его пьем проливами, то мы практически целиком его экстрагируем. Вот я, например, кладу 10 грамм чая на 1 литр воды. Если я в термос себе наливаю литр, значит, я кладу 10 грамм. Соответственно, сколько там будет? 300 миллиграмм кофеина. А сколько в кофе? Сколько в кофе? Надо смотреть, сколько в кофе. Просто вот это вот ориентировочно. И 300 миллиграмм кофеина в день это на самом деле показатель вполне себе здоровый. То есть, в исследованиях было показано прям 300 миллиграмм это такая рекомендованная доза кофеина в день. Ну, то есть, если ты пьешь 5 литров чая в день, то ты типа так немножко выходишь из этой рекомендованной дозы получаешь. Ну, да, все-таки это стимулирующее вещество и слишком сильно увлекаться кофеином не стоит. Надо нам смотреть еще тоже на индивидуальный метаболизм, мне кажется. Потому что настолько вот у меня было тоже примеров, когда я сам пил очень много чая или не пил вообще и в принципе нормально было. Хотя, конечно, такая интоксикация кофеиновая тоже имела место быть. Когда ты там пьешь 50 сортов чая на трех заводах подряд. Ну, да, да. Я помню, я в Монхаве там 20 километров пешком потом пошел, просто как-то это спустила. Не мог остановиться. Это как старый запрос в Гугле, как сделать так, чтобы отпустила пожалуйста. Да, да, вот это вот. А вот, чтобы отпустила, эльтианин надо под рукой держать в капсулах. Ага. Кроме шуток. Ну, как? Вот сейчас расскажу. Единственное, что хотел добавить. Пока слушал лекции Вячеслава Дубынина и Алексея Водовозова, я боюсь боюсь соврать, ну, в смысле, как их зовут. Алексей, кажется. Что я заметил? То, что Вячеслав сказал, что кофе лучше пить во второй половине дня перед сном, потому что в первой половине дня у нас аденозина мало, блокировать нечего, и, соответственно, заряда бодрости особого не будет. То есть, но при этом-то, помнишь, в прошлый раз я ссылался на книгу Мэтью Уокера «Зачем мы спим?» То есть, вот Вячеслав Дубынин это нейрофизиолог или нейробиолог, а Мэтью Уокер это человек, который тоже исследует мозг, но только в контексте сна. И оказалось, то, что вот если человек исследует сон, то, на мой взгляд, стоит ориентироваться именно на его точку зрения насчёт того, когда лучше пить чай и кофе, потому что... Я же с тобой соглашусь. Я вообще считаю тоже, что, ну, понимаешь, вот как бы если мы говорим о точке зрения как хорошо для здоровья или как хорошо для получения правильного эффекта, если мы говорим о правильный эффект, да, может быть вечером кофе будет там более идти, там, да, и чай тоже, потому что как бы у тебя уже там линозин, ты такой, а тут тебя оп, и всё. Ну да, да. Но для здоровья это нехорошо. То есть вечером надо спать. Вот, потому что это влияет на сон. Если ты хочешь, не хочешь спать, не спи. И как раз подпитать себя в работоспособном состоянии, мне кажется, это более разумно, чем напиваться чая перед сном, потом как бы себя, да, такой взбодрился и ломать себе просто режим. Ну, такое может быть, это нужно бывает иногда, там, да, там по работе, там, ещё чего-то, но точно не стоит себе это как в правило вводить, мне кажется. Я тут согласен с тобой абсолютно. Ну, вот, собственно, поэтому я считаю то, что на про-рецепторы очень интересное дополнение, которого мало где можно, вот, вот, хоп, зацепился и решил обязательно тут же этим поделиться со всеми. А вот насчёт всё-таки кофеина, потому что Вячеслав сказал, что через 5 часов в организме остаётся всего 50% кофеина, то есть период полувыведения кофеина 5-6 часов. А Мэтью Уокер, когда эти вещи, он тоже самое говорит, но только он рвёт волосы на себе, говорит, аж целых 50% остаётся. То есть разница. Тут ещё есть, знаешь, такое называется профессиональное это самое, как называется, оверквалифайд, когда человек, ты видишь вот то, что тебя касается, знаешь, ты приходишь к хирургу, он тебе начинает там, ну там вот это у тебя не то, это не это, то есть кому пройдёшь, тот тебе то и найдёт. Именно поэтому можешь ходить к разным специалистам, именно поэтому пить разный чай, поэтому нужно вообще широкое мировоззрение иметь, если говорить про какие-то текущие события, например, когда вот это узкое, входишь к узкому специалисту, и получаешь вот такой очень профессиональный или там очень крутой, ну вот так узенький источник информация, когда абсолютно не охватывает остальные мультидисциплинарные какие-то вещи, а по сути сейчас, по-моему, ну ты как человек науки, понимаешь, что сейчас наука, она только мультидисциплинарная может быть, то есть не может быть такого, что ты такое существуешь в вакууме, там изучаешь каких-нибудь своих, там не знаю, инфузорий, да, и всё остальное тебя вообще не касается, как будто экосистема просто не существует, да, то есть так же нет такого, правильно? Ну на самом деле я могу просто уточнить, что наука сейчас, она на самом деле, вот если вы хотите разобраться в вопросе, то слушать надо разных специалистов, а если вы исследуете что-то, то, к сожалению, сейчас наука настолько стала сложная, настолько каждое направление раздробилось, что вот если вы работаете в науке, то будьте год, ну или вы хотите начать работать, собираетесь учиться на какую-то научную специальность, то работать вы будете в очень узком направлении, потому что каждое направление очень долго дробилось в течение, ну, развития 20-21 века, и поэтому, видите, как получается, Мэтью Уокер только сон исследует, и он говорит то, что кофеин влияет на глубокий сон, на РЭМ-фазу, то, что то, что лучше, чем раньше мы принимаем в течение дня кофеин, тем лучше у нас сон, тем лучше работает организм в исходном своем виде, то есть то, как он должен работать, вот. И проэльтианин. Да, а теперь проэльтианин. помогал другу разобраться в том, как вылечить гастрит, поскольку я в свое время, мне очень сильно помог чай, то есть ничего, очень долго лечил, и в итоге как раз, когда начал пить 15 сортов в ротации, оно взяло и прошло. То есть я долго, ну, я как бы знал, то, что вот это было именно явно, то есть вот это помогло, а почему помогло? Вот в прошлый раз я, например, год назад рассказывал про полифенолы, про катехины, то, что они на самом деле усваиваются не нашим организмом, а бактериями в толстом кишечнике. Они нормализуют состояние, ну, профиль микробиоты, да, то есть это пребиотики, чай это пребиотик, он помогает выживать хорошим колонием бактерий в толстом кишечнике, которые помогают иммунитету. Вот, а почему с гастритом помогло, я не знал, потому что гастрит, это все-таки верхние отделы кишечника, желудочно-кишечного тракта. И оказалось, то, что эльтианин в чае, он же активирует парасимпатику, то есть он активирует парасимпатику лучше, чем габа. Вот габа, которую мы принимаем с едой, будь то чай или будь то буквально вот добавки с габой, оказалось, то, что она не может пройти гематоэнцефалический барьер, то есть она не может попасть в мозг, потому что она, сейчас скажу, потому что она, в общем, поляризованные молекулы через этот барьер не проходят, а тианин, он вылетел из головы, в общем, тианин проходит через гематоэнцефалический барьер и там уже выступает агонистом, то есть он усиливает выработку габы организмом. Вот так, то есть он, соответственно, антагонист глутаматовых рецепторов, он и на то, и на то похож, и для глутамата, то есть для стимулирующих рецепторов, он является антагонистом, он их подавляет, а габу он усиливает, за счет этого происходит такой яркий расслабляющий успокаивающий эффект. Получается, если ты просто габу пьешь, например, в таблетках, она усваивается гораздо хуже, чем габа в чае, если так упростить. Ну, скажем так, если смотреть на механику, то шансов, что она в принципе усвоится, она, ну, естественно, она как-то там путешествует в организм, но только не там, куда нам надо. Вот, и оказалось, то, что, ну, если нужна габа, ну, просто берите чай с эльтианином, и габа будет, то есть, возможно, эльтианин есть и в чае, который ферментирован в вакууме, то есть, в габа чае содержится эльтианин, и вот он действует. Нет, ну, подожди, нам же нужна габа, или нам нужен эльтианин? Эльтианин. Чтобы выработать габу в мозге? А габа, которая в чае? А габа, которая в чае, она не там воздействует, то есть, она не проходит через барьер в мозг, и не получается в мозге зацепиться за те самые рецепты. А куда же она тогда проходит, если мы пьем габу, и мы чувствуем же эту разницу? Я, ты пойми, я только из, на основе того, что вот исследования какие, понимаешь, другое исследование будет какое-то более уточняющее, там механизм уточнят. Мне интересно в том плане, что смотри, Жень, то есть, как бы, тема воздействия габы на организм, чая, я говорю только про чай в данном случае, она как бы до ночи муссируется, я общался с тайваньцами, естественно, с тайцами, здесь тоже, здесь тоже габы мы сейчас делаем, с китайцами, и как бы у всех какие-то очень такие разнонаправленные абсолютно вещи, то есть, на тему того, что якобы она не проходит барьер, это раз, но при этом ты ее пьешь и ты понимаешь, что там это другой чай, это не просто чай, потому что полиэтианин и кофеин и все остальное в любом чае есть, плюс-минус. Я, например, пью антибайча, а у меня нет такого эффекта, как от габы улуна, хотя литианин там, по идее, больше, и по идее он должен стимулировать вырабатывание габы в мозге, как ты говоришь. А как же тогда так? Вот что ты пьешь габу, и ты понимаешь, что там габы эффекты, кислинка, вот это вот даже привкус, у нее вкус уже определенный есть тоже. Кислинка есть. Да, но ты не только чувствуете только вкус. А вот как габа чистая работает пока что, я говорю, я только именно пытался разобраться все-таки, что активнее приводит к выработке габы. Давай тайваньские исследования посмотрим, у нас у тебя будет домашнее создание, короче, посмотреть, потому что стопудово же делали, я уверен, и китайские ученые, и тайваньские, и японцы делали исследования на тему того, как именно работает габа в чае. Понятно, что когда исследования проводятся в интересах промышленности, они там могут рассказать что-нибудь очень умное, но тем не менее, я понимаю, что если как бы нет чуда, чудес же не бывает, то есть если мы все пьем габу, у нас, наоборот, самый популярный чай, и постоянно, только ее не привези, опять закончится, короче, вот, сейчас у нас там, по-моему, да, то есть, и вот, то есть люди ее пьют не потому, что она такая вкусная, то есть это понятно, что вкусная, но есть у других куча улунов, и более там дешевых, которые тоже вкусные, почему-то все равно люди больше габу предпочитают. И я по себе знаю, я никогда не забуду, у меня несколько раз было такое, но один из самых ярких моментов, когда мы долго-долго путешествовали по Тайваню, и пили кучу разных чаев, каждый день, там улуны, какие-то лауча, там какие-то даже шены выдержанные, прямо вот пили-пили-пили, и тут мы приехали на фабрику в Наньтоу, которая делает габу-чай. И вот мы выпили, и просто вся группа, у нас было человек, по-моему, семь, как начали ржать, там просто другое совсем состояние, хотя мы до этого целыми днями пили чай две недели, понимаешь, там может две недели. Ну то есть, вот разница в воздействии габа-чая и остальных чаев, она, ну объективно, я думаю, это может, она есть. Ну то есть, это просто как-то называется в английских эти самые международные исследователи, они называют это анекдотические данные, то есть, данные из жизни, то, что с людьми происходило, Ну эмпирические данные, там можно сказать тоже, эмпирические, то есть, они как бы вроде бы научно-научно, они там могут быть не изучены там или не соответствовать действительности, но это не эффект плацебо, ты же понимаешь, то есть, это как бы вот абсолютно иначе бы ее никто десятками, сотнями тонн не делал, понимаешь, то есть, как бы с ними не работало. То есть, как бы это более сложно. Хорошо, я согласен, давай тогда габу пока отложим в сторону, да, просто... Нет, я говорю, оперирую к тому, что ты говоришь, что есть научные данные, которые вот сейчас такие, но давай мы попробуем покопаться, интересная штука, изучить на будущее, что именно по габу-чаю, какие именно исследования, потому что они точно были и что-то из этого даже я ковырял, помню, на китайском переводил, там у нас даже есть что-то на сайте, там, но может быть его мало, посмотри. Вот, то есть... Да, слушай, я не против, давай габу действительно разберем, сейчас про л-тианин тогда расскажу, который тоже габу активирует, и может быть нам даже в следующий раз будет легче понять, ну, чисто по эффектам даже посмотрим, что... Потому что я сейчас расскажу именно, как активирует л-тианин нервную систему. Л-тианин надо понимать то, что он активирует парасимпатику. Вот л-тианин парасимпатика. Парасимпатика это та часть вегетативно-нервной системы, которая отвечает за расслабление. Есть симпатика, она отвечает за, так сказать, процесс «бей и беги», когда нам надо защищаться, когда что-то активное, то есть это скелетная мускулатура активируется этой частью нервной системы. А есть другая часть организма, которая активируется только во время расслабления. И парасимпатика, вот просто я сейчас перечислю, за что отвечает парасимпатическая нервная система. И мы поймём, как л-тианин из чая помогает людям. Смотри, парасимпатика отвечает за всю гладкую мускулатуру кишечника. То есть оказалось, что сфинктеры у желудка, вот входной, выходной сфинктер, то, как желудок жамкает пищу, то, как пищевод прокатывает комочек, то, как работает наше мягкое нёбо в момент проглатывания, и тонкий кишечник тоже, все эти мышцы, гладкие, гладкая мускулатура не может сокращаться, она не может быть активной, если парасимпатика пассивна, если она выключена. То есть вот теперь представь себе, что такое хронический стресс. Оказывается, почему, почему, вот я когда ещё в университете учился, там у одногруппницы был гастрит, и она такая, вот мне прописали, типа, надо бороться со стрессом. Я такой, что? Зачем? Нормально? Где, типа, ты же понимаешь, что это пищеварение, это стресс? Какая-то фигня, говорю. Ну да. Оказалось. Ну я просто на тот момент не знал. Оказалось, то, что парасимпатика, активация парасимпатики приводит к тому, что, вот, например, мы проглотили, во-первых, например, вот если мы нервничаем, почему, если мы не в спокойном состоянии кушаем, мы можем поперхнуться? потому что, если мы симпатику включаем, почему на ходу нельзя есть, почему там, стоя, вот это вот все, спорить активно с кем-то и есть плохо, потому что в этот момент эта автономная система, она работает сама. Вот мы проглатываем, и мышцы делают трехочковый, чтобы забросить кусочек пищи в пищевод, и чтобы пищевод спокойно волной за одно движение прокатил это и вбросил в желудок. То есть у нас трахея закрывается, у нас же есть нос, есть рот, да, а потом они как бы встречаются в носоглотке, и потом снова расходятся на трахею и на пищевод. Так вот, ну, как бы, когда мы кушаем, проглатываем что-то, трахея каждый раз закрывается, чтобы пища именно пролетела мимо нее и попала в нужное горло, так сказать. Поэтому можно, вот у меня, например, так бывает, если я не выспался, то иногда я могу поперхнуться, в том числе слюной. Это потому, что если мы не выспались, у нас парасимпатика сбоит, и вот эти вот все автономные процессы начинают хуже работать. Ну, то есть, по сути, расслабление, оно является необходимым состоянием для правильного принятия пищи, в том числе. Я правильно? Да. То есть, нельзя в напряженном состоянии есть. Правильно? Да, то есть, это просто не принесет пользу. И смотри, когда еда попадает в желудок, она касается в центральном отделе, не помню, это называется бади, ну, типа тело, желудка, средний отдел, там есть нейроны, которых, если пища касается, они отправляют сигнал в мозг, это получается чувствительные, то есть, сенсорные, да, нервы, которые, датчики, как бы, которые просто контролируют, а мозг отправляет по моторным нейронам, которые отвечают за напряжение мышц, сигнал в желудок, чтобы он расслабился и начал увеличиваться в размере, чтобы он позволил пище, которая в него попадает, его растягивать, потому что желудок изначально, он довольно маленький, если он пустой, и вот когда, если мы в спокойном состоянии, эта система работает правильно, пища попадает в желудок, и он сам заранее растягивается, он готовится принять пищу, которая в него попадет, чтобы, ну вот представь себе, есть люди, которые утром не могут нормально позавтракать, у меня такие знакомые есть, которые говорят, я не завтракаю, потому что меня, я там, если я начинаю есть, меня выворачивает, и я такой думаю, вот если мы, вот это знание у нас есть. Мы напряжены, напряжены, напряжение, то получается желудок не расслабляется, если он не расслаблен, у него объем может быть 300-400 миллилитров, это одна чашка, и дальше все, он не дает, как бы, получается, человек переел от 300 миллилитров, и дальше в него уже не лезет, соответственно, надо бороться с хроническим стрессом, и дальше, соответственно, желудок начинает, буквально у нас, если один, верхняя часть желудка увеличивается, то нижняя начинает буквально жамкать, вот так вот до конца сжимается, тут оно просто постукивает немножко, чтобы вот мы могли нормально переварить пищу, и оказалось, ну вот почему надо, например, до жидкости пережевывать, потому что выпускной сфинктер у желудка в основной фазе пищеварения открыт на 3 миллиметра, то есть он выпускает все, что меньше 3 миллиметров, соответственно, жидкость, она потихонечку выходит из него сама, но все остальное, если мы проглотили огромные куски, то желудку это жамкать, не пережамкать, потому что изначально пищеварение не было устроено так, что мы убегаем от тигра, и при этом что-то еще хватаем с пальмы, как говорится, душа висит на нитке, а думает о прибытке. Не, ну то есть это вот эта тема же старое прозвище, ну не прозвище, господи, я уже заговариваюсь, поздно тут у меня в Тайбэе, в Тайбэе, все уже, даже Тайбэй с Бангкоком путаю, все понятно. Короче, да, смотри, ты помнишь старая, может, поговорка такая, то, что еду нужно пить, а воду есть, ну то есть как бы, что вот ты глотаешь тоже постепенно, не там жадно, там, там из 5-литровой канистры прям выливаешь ее в себя, там, не успевая проглатывать, там, да, и не съедаешь очень быстро, стараешься там более пережевывать, спокойно есть, там, да, там, вот, я, например, всю жизнь ем довольно быстро, почему-то китайцы считают, что это типа хорошо, ну то есть я помню, что по китайской истории нормально, но при этом, как бы, это говорит, что у тебя, типа здоровый организм, это типа быстро все перевариваешь, у тебя там хороший метаболизм и так далее, но в целом, но считается, что, ну да, считается, что лучше есть, ну более вдумчиво, да, там, правильно я понимаю? Ну лучше именно не просто там, как, типа, 20 или 30 раз пережевывать, в зависимости от пищи, просто чтобы она хорошо смочилась во рту, чтобы она уже была мягкая, чтобы, ну, она попала в желудок, и дальше уже, ну как бы, она жидкая, осталось только добавить туда, вбросить необходимые ферменты, чтобы переваривать, усваивать там жир, белки, углеводы, и дальше оно все уже пошло усваиваться. Главное, понимаешь, опять же, мы все разные, и у кого-то вся эта система, ну, крепкая, она хорошо работает, и им нормально, а огромное количество людей, у меня, например, половина одногруппников университет закончила с гастритом, ну, как бы, и, соответственно, этим-то людям нужна помощь, нужна поддержка, и оказывается, то, что, например, вот, у китайцев же еще есть то, что холодное они не едят, они холодное за пищу вообще не считают, они говорят то, что, вот, у тебя в каком-то видео было то, что есть регионы, ты в кафе, там, в ресторанчике просишь чая, а тебе приносят горячую воду, чтобы ты прогрел желудок перед едой. Ну, да, 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 это вообще такая, доу хэ шуи по-китайски, побольше переводички, это даже такой мем есть, знаешь, как вот, например, в Голландии там процетамол, все говорят, а китайцы говорят, типа там, что у тебя не случилось, там, процетамольчика выпил, у меня ковид был, когда я болел в Нидерландах, и, значит, мне, я звоню там, мне там врача там, то-се, говорит, ну, говорит, да, врача, врача сейчас выходной, я говорю, сегодня суббота, блин, то есть, никогда вам понедельник только придет, но вы в понедельник запишитесь, может быть, в среде придет, я говорю, да, в среде уже откинусь, говорю, давайте, ну, вы там выпейте пероцетамольчика, там, что-то там, радусник у вас какой, я говорю, ну, обычный подмышка, нужен специальный этот тональный градусник, вот вы, наверное, градусник, процетамол, и все, я так просто ржал там, через кашель, как говорится, ну, да, такой, в общем, и по Китаю такая же история, и смешная, то, что, когда даже, даже вот, ну, что-то там случилось, там, они говорят, не с того, чтобы там лечиться, там, серьезно, если ты надо даже, водички попей, там, дохашу, и типа, все нормально, ну, то есть, это, ногу оторвало, ну, ты там, дохашу, и пройдет, ну, то есть, это тоже шутка такая, то есть, но это, на самом деле основано на китайской... Ну, видишь, там только доля шутки, на самом деле, то есть, горячая вода, смотри, у нас есть блуждающий нерв, это, ну, он очень большой, то есть, он очень разветвленный, и он как раз опутывает все органы пищеварения, то есть, блуждающий нерв, один, отвечает за 90% всей парасимпатической нервной системы, то есть, вот я сейчас еще перечислю, когда мы активируем парасимпатику, у нас, например, начинает вырабатываться слизь везде, ну, в смысле, это хорошо, слизистые у нас смачиваются тогда, у нас глаза не сохнут, у нас в носу слизь вырабатывается, чтобы не пересыхали слизистые, то есть, слизистые могут пересыхать от стресса, потому что парасимпатика не активна, а все эти железы работают именно во время, во время активации парасимпатики, и, соответственно, у желудка защитный слой, который защищает его от кислоты, это тоже слизь, и эти клетки работают тоже в ответ на парасимпатику, в легких у нас бронхи сужаются, в ответ на парасимпатику, и начинает вырабатываться слизь, тоже это процесс очистки легких, потому что когда мы бежим, когда мы в состоянии напряжения, нам слизь вырабатывать не надо, мы задохнемся, и сужать бронхи нам не надо, нам надо расширить бронхи, и сделать так, чтобы у нас нормальный воздухообмен был, а если мы расслабились, если никакая опасность нам не угрожает, то можно заняться восстановлением. И что ты думаешь? Это ж ещё не всё. Парасимпатика отвечает за процесс обучения и запоминания. Обучение и запоминание невозможно без активации парасимпатики. То есть, если ты сильно напряжён, в стрессе у тебя идёт, получается, гораздо хуже усвоение информации в целом. Да, если симпатика очень активна, у нас будет очень узкий фокус внимания. То есть, мы будем плохо сосредотачиваться, то есть, нам будет тяжело сидеть на месте. То есть, вот то, что… Помнишь вот эти вот все разговоры про то, что чай помогает выполнять какую-то сосредоточенную, спокойную работу. Вот, сидишь за компьютером. И оказалось то, что если ты совместишь чаепитие с дыхательной практикой, то у тебя парасимпатика улетит в потолок, и эту систему невозможно обмануть. Я вот специально, у меня есть такое приложение, я думаю, можем про него рассказать. Ну, просто сказать, что оно существует. Велтери называется. Это российские разработчики. Они… Это круче, чем фитнес-браслет. То есть, фитнес-браслет очень мало параметров анализирует. А в Элтери анализируют вариабельность сердечного ритма. То есть, это расстояние между ударами сердца. Это тебе надо браслетик носить. То есть, тоже ты можешь браслетик, отдаёшь его приложение. А вот как раз, к сожалению, не браслетик, а у Велтери или они анализируют по камере, то есть, прикладываешь палец к фонарику и камере, и они на просвет видят, как сокращается именно пульс. Бьёт. Либо… Технологии 21 века какие-то уже. Да, ну, я просто очень давно с этим приложением знаком, и там науки мама не горюй. То есть, вариабельность сердечного ритма это очень информативный показатель. И я использую со спортивным кардиомонитором. То есть, вместо того, чтобы каждый раз палец прикладывать, тут всё-таки точность нормальная, но это тяжело следить постоянно. Я ленивый. Я купил хороший кардиомонитор, и у него есть именно эти электроды. То есть, там стопроцентная точность, ты ни одного удара не пропускаешь. И это приложение показывает активность парасимпатики и активность симпатики в том числе. Я специально делал замеры, вот неделю готовился к этому нашему разговору и замерял до чаепития, после чаепития. До чаепития, вот я проснулся, там позавтракал, у меня может быть, например, высокий уровень стресса, я не знаю, 80% стресса. Они уже переварили эти данные и тебе выдают как бы как для домохозяек, чтобы ты понял, вот у тебя стресса. Ну, сейчас вообще последние более уже, чем два месяца. Психиатры, я так понимаю, и прочие психоаналитики сейчас очень много зарабатывают, я думаю, и все, кто помогает справиться со стрессом. Ну, это тут хотя бы ты можешь измерить, то есть, это точно, понимаешь, повторяемость есть. Если ты через, я не знаю, через каждые 5 минут будешь мерить, ты получишь те же самые данные. То есть, там есть сырая статистика, пожалуйста, можешь анализировать сырые параметры вариабельности. Но есть выводы, которые они для тебя сами делают. Вот стресс, фокус и энергия. Вот они называют, соответственно, энергия, это вот насколько у тебя обе и симпатика, и парасимпатика активны. Они всегда в организме одновременно работают. То есть, не бывает такого, что одна выключилась, другая работает. Но самым главным, чтобы половину организма парализовало. Я правильно понимаю, что это должен быть баланс. Самое главное, чтобы у тебя всегда и то, и то должно быть активно. Ты не должен быть, то есть, у него есть те там, грубо говоря, ты спишь, это понятно, ты спишь, но если ты как бы какой-то деликой этим занимаешься, то есть, ты должен быть, грубо говоря, одновременно сконцентрирован, в чем-то и собран, но ты не должен быть пересобран, ты не должен быть перенапряжен, Ну, соответственно, понимаешь как? Если симпатика слишком активна, а парасимпатика пассивна, это просто будет, собственно, это и будет то состояние, когда ты бежишь от тигра. Тебе надо в норме быть, хотя бы в балансе. А ты ничего с этим поделать не можешь. И что ты думаешь? Пью зелёный чай, ну, соответственно, в нём эльтеанин, я никакого дополнительного эльтеанина для этих экспериментов не использовал. И дышу. Соответственно, вдох, можете, соответственно, в этих дополнительных материалах посмотреть. Это называется физиологический вздох Эндрю Губермана. Это нейрофизиолог американский, который вот открыл, скажем так, разработал, по крайней мере, эту методику. Там, чтобы активировать парасимпатику здесь и сейчас быстро, он предлагает такое. Нужно вдохнуть, ещё вдохнуть и выдохнуть. Да вдохнуть. Ну, по сути, это дыхательные практики с ранее йоговским практикам, в том числе броноявым. Ну, то есть, надо расправить лёгкие, чтобы вот прям мы почувствовали, что они расправились. И длинный, длинный, спокойный выдох. За счёт расправления лёгких, вот прям до, скажем так, чтобы ощущение было, что они расправились. И спокойный, длинный выдох, это активирует парасимпатику само по себе, без чая. Но с эльтианином одно накладывается на другое, и за полчаса чаепития можно... Вот у меня каждый раз стресс падал, фокус поднимался на 80%, парасимпатика, если было, например, 20 на 40, 40 симпатики, 20 парасимпатики. Бац! 40 на 20. Или они там стало 50 на 30. То есть, сумма выросла, энергии стало больше. Физически больше стало энергии. И парасимпатика активизировалась. И каждый раз, каждый раз, когда я это делал, ко мне какие-то приходили разные новые. Вот всю эту лекцию я придумал во время чайных медитаций. То есть, я ничего не делаю, я расслабился, и у меня начинают пазлы в голове соединяться. Ну, то есть, как бы оказалось то, что обучение и запоминание невозможны без активации парасимпатики. И я начинаю, я сажусь за текст, и ты прям начинаешь ухватывать разные детали, несмотря на то, что ты на них не сосредотачиваешься. Это вот то самое, типа, делать усилие без усилия. Ты, если в правильное состояние вошёл, то это тебе просто, оно само за тебя всё сделает. И оказалось, что если мы пьём чай с эльтианином и правильно дышим, вот этот вот вдох и длинный выдох, я это придумал, когда я дул на чай. То есть, ну, чайная пара, да, я переливаю. То есть, ты можешь сказать, у нас сейчас инвентар of new техник of consuming of tea, да, то есть, новый способ потребления чая, соединяем практики про наяма, вимхофа, там, что ещё у нас, да. Ну, то есть, вот есть чайная пара, длинная, мензурка, да, пиала, соответственно, переливаешь из мензурки в пиалу, глубокий вдох, аромат почувствовал, отложил в сторону и начинаешь дуть на чай. И я просто такой, мне лень. О, Женя, всё, короче, технология, это не мензурка только, это сианбэй называется. я вот на друзьях, друзьям своим показывал, как это делать. И просто, и мне лень дуть вот так на чай. Ну, если ты один раз вдохнул, только ты выдохни там, так, чтобы у тебя выдох там одну минуту длился. За это время ты просто улетаешь. Потрясающе. Вот если и со временем вот ты пьёшь чай, у тебя дыхание становится глубже и глубже. Вдох, выдох становятся медленнее и медленнее. И в итоге смотри, какая штука получается. То, что активируется парасимпатика, это буквально инструментально можно измерить. Если вы хотите, можете пойти в какую-то нейролабораторию, где есть ещё более крутое оборудование, это же оборудование вам покажет то, что парасимпатика у вас активируется от этого. Но фишка в чём? Если мы активировали парасимпатику за счёт дыхания, у нас между дыханием и активностью нервной системы есть прямая связь, её нельзя обмануть. Это единственный способ, единственный орган, с помощью которого мы можем управлять своим состоянием только через дыхание. И оказалось, что если мы активировали парасимпатику, а она отвечает за спокойный ритм дыхания, то когда мы закончили чаепитие, парасимпатика начинает управлять нашим ритмом дыхания. И у нас это состояние длится ещё несколько часов. Если мы сели работать и сидим, то мы в спокойном, сосредоточенном, сфокусированном состоянии находимся ещё какое-то время. То есть, если мы что-то изучаем, языки учим, ещё что угодно, то есть, в университетах нет никакого смысла учить студентов, если они в стрессе находятся. С ними надо помедитировать, и тогда, пожалуйста, у них всё само структурируется, они поспят и всё запомнят без усилия. А если они в стрессе находятся, запоминания никакого не произойдёт. И всё то же самое касается всех остальных систем, которые, как я уже сказал, с парой симпатикой связаны. Во как! Очень интересно! И разные сорта, Серёж, я поэкспериментировал с разными сортами, поскольку у меня за счёт датчика стопроцентная точность измерений, ну вот, ни одного удара не пропускается, то мне просто очень удобно опираться на эти данные. Пробовал зелёные чаи, там Хэй Чу Хао, там ещё мой любимый, разные зелёные, работает без каких-либо, каждый раз. Но что ты думаешь, выпил Шу Пуэр, дышал, всё точно так же дышал, ну я прям пью чай, дышу, ну когда ты часто делаешь дыхательные практики, ты уже можешь по своему дыханию понять, что с тобой происходит. Я чувствую, что что-то не то, короче, не работает. Ну в Шу Пуэре нет альтианина, он сферментировался весь, там остался только кофеин. и я замеряю, а стресс, ну стресс, фокус, энергия остались на том же уровне. То есть если мы нахлобучили кофеина, а мы и так были в состоянии стресса, то мы не сможем за счёт дыхательной практики даже это перебороть, потому что мы химически себя ну как бы в такое состояние ввели, когда у нас активна симпатика. Угу. И после этого ну я прям пишу друзьям вообще не очень хорошо, типа ну неприкольно себя чувствуешь, ты сосредоточиться в этот момент не можешь, будешь сидеть, мне надо статьи читать, изучать что-то, а сосредоточиться невозможно. Я говорю 200 миллиграмм эльтианина в капсуле, нам же нужна ну повторяемость, да, управляемость этим процессом. Принимаю эльтианин, жду полтора часа и немножечко подышал, ну там я не знаю, 10 вдохов-выдохов. И? Улетело в потолок. Офигеть. Ну то есть я могу показать графики, просто это не очень удобно, наверное, не знаю, можно скриншоты приложить. Ты их покажи сейчас, демонстрацию экрана сделай просто, или далеко? Сейчас, сейчас попробую. Сейчас. Чтобы у нас оно сразу записалось, потом не мучили, нашел монтажер. Давай, давай, я заранее в OBS сцену создал. Вот так видно? Видно, вполне себе, параметры замера. Вот эти вот скачки. Вот это, собственно, сырая статистика. Видите, SDNN это вариабельность ритма, 28 это очень мало. И вот это вариабельность, то есть это не пульс, а это расстояние между ударами. Расстояние между ударами меняется в зависимости от вдоха-выдоха. То есть вот мы вдыхаем, у нас пульс повышается, выдыхаем, пульс становится реже. Это, собственно, на вдохе у нас активна симпатика, на выдохе парасимпатика. И смотри, сейчас, вот это после чайной медитации. Ух ты. Было 28, стало 114. Нифига себе. То есть я, это невозможно обмануть. Каждый раз оно работает. Смотри, это спектральный анализ, то есть какие волны есть именно по их мощность и их размер. Это очень мало. Видишь, норма, 3 тысячи. Это до, а это после. 11 тысяч. Было 700, стало 11 тысяч. Обалдеть. Каждый раз это работает. Чайная медитация с правильным чаем. Соответственно, вот было 52. Ну, как бы здесь даже более-менее нормальное состояние. Но после 115 больше-лучше. То есть высокая вариабельность сердечного ритма это хороший показатель здоровья. То есть он даже показывает, что оно очень высокое. Настолько ну вот это работает. И сейчас покажу просто, опять же, видишь, это следующий день, вот 2000 было. Окей, почти 3. 3000. Стало 12500. Офигеть. То есть это, ну, буквально измеряешь, я не знаю, как. Ну, то есть у тебя это повторяющийся, повторяющийся абсолютно был такой ритуал, можно сказать, эксперимент, который доказал на практике, что это там не случайность какая-то там, а что это действительно каждый раз у тебя получается одинаковое абсолютно. Ну, да. И вот смотри, сейчас я найду, вот, вот, как раз уже интерпретированные показатели, видишь, стресс 65, фокус 49, энергия 44. Это вот один показатель, видишь, 17.08. А это 18.41 после чая. Фокус 80%. Каждый раз фокус выходит на 80% после чайной медитации. Вот, пожалуйста, то же самое было 17 апреля, видишь, 16-18. Вообще все красное, стресс высокий, фокус низкий. Ну, раз на раз не приходится, проснулся вот в таком состоянии. Чайная медитация, вот, видишь, 17 апреля, то же самое, через час. Фокус 80% примерно. Удивительно. И вот то, что я говорил про баланс симпатики и парасимпатики. Вот эти графики, они как раз важна сумма, видишь, сейчас это 66. А вот так после чайной медитации. 20 на 52, то есть стало 72. Было. Симпатики, ну, окей, это был баланс. Но если мне надо именно работать, понимаешь, если мне надо в чем-то разбираться, в каких-то материалах, в статьях копаться, ну, это неплохо, но это лучше. Ну, да. Вот. Парасимпатика 52. И вот сейчас найду, видишь, если ты часто делаешь пометку, видишь, между разными замерами, видишь, 16-18 и 17-25. И помечаешь, например, я делаю отметку дыхание, то он сравнивает, что изменилось, и тебе выдает в ленту как какая-то практика повлияла на твои показатели. И вот, пожалуйста, каждый раз способность концентрации повысилась на 62%, 31%, 73%, видишь, было красное. Но каждый раз она выходит, посмотри, в одну и ту же точку. Ну, да, просто у тебя стресса было количество разное, то есть, она нормализует к нормальному показателю в зависимости от того, насколько ты там был, скажем так, в таком негативном состоянии, да, как оно было. да, то есть, невозможно обмануть. Был даже день, когда я только сел пить чай, сделал замер и пришлось, ну, там, не то, что поругаться, но активно поспорить. Угу. 45 минут, там, ну, пришёл человек и мы с ним спорили. а потом я сел и допил чай, ну, как бы, за полчаса, вот это, как раз, этот замер и был. Было красное, с учётом того, было красное до того, как я спорить начал. После этого я 45 минут спорил, 30 минут пил чай, допил вот свой литр чая и подышал. и всё равно на 80% вышло. Удивительно. То есть, и сейчас покажу просто это разные данные, видишь, то есть, он, если прям всё хорошо, он помечает звёздочкой. И вот звёздочкой как раз, если это каждый день делать, то вот если у тебя и так было хорошо, а стало всё равно 80. Всё равно фокус 80 стал. И вот каждый день, видишь, каждый день, 20, 21, 22, фокус растёт, фокус растёт, фокус растёт, стресс падает, падает, ну, падает чуть-чуть, тут и так хорошее состояние было. И энергия, соответственно, тоже, видишь, если энергию проследим, энергия растёт, энергия, и тут тоже немножечко выросла. Вот. И, видишь, они каждый раз фокус выходят на один и тот же уровень за счёт чайной медитации. По-моему, пора касать дотовскую диссертацию по чайной медитации. Ну, вот спрашивали там про датчики, как вот про тренды. Помнишь, мы с тобой вначале ещё сказали, что есть всё-таки определённая тенденция. И вот л-теанин, кофеин всё-таки это больше стимулятор, а л-теанин больше вот он расслабляет. Соответственно, если вам нужна деятельность, когда вам надо расслабиться или просто выйти из хронического стресса, чайная медитация это прекрасный способ. Вот, пожалуйста, было 87% стресса. Ну, то есть высокий стресс. 31 симпатика, 16 парасимпатика. То есть ещё и сумма достаточно низкая. бац. Стало 38 парасимпатика, то есть и сумма выросла, видишь, и парасимпатика стала активнее. симпатика, она не в ноль уходит, она вот 20 каждый раз. Не, она тоже нужна же, то есть ты же не можешь быть, я так понимаю, что одет во время сна, но как вообще? как оно во время сна это соотношение? Что? Как во время сна работает это отношение? Соотношение? Во время сна ты понимаешь в основном про симпатики? Смотри, перед сном даже нейрофизиологи советуют л-теанин выпить, можно капсулу, чтобы расслабиться, то есть если человек в стрессе, он просто расслабиться не сможет, так-то по идее все зависит от ресурса организма, если ресурс высокий, то даже стресс все равно человек заснет, или усталость, например, но активировать парасимпатику, конечно же, лучше, и, например, есть разные позы, в которых парасимпатика активизируется, то есть я вот чисто по замерам смотрел, что если поясница поясница и облокотиться на что-то, то парасимпатика увеличивается, то есть у нас, ну вот в теле есть определенные точки, которые, если мы расслабляем какие-то мышцы, то парасимпатика просто сама выходит на передний план, соответственно, если мы прилегли, то мы начинаем, ну не прям легли, да, горизонтально, присели, прилегли, то мы начинаем переваривать лучше, и это причина, по которой лучше сидя кушать, и то же самое я заметил, если облокотиться на, ну вот можно даже стоя просто облокотиться на что-то лбом и расслабить мышцы, парасимпатика тоже активизируется, то есть заметить вы можете, знаешь что, как можно заметить, по тому, что у вас начинает урчать в животе, вот если вы пьете чай и у вас появляется отрыжка, у вас начинает что-то там шевелиться, какие-то процессы начинают происходить, при этом у вас не как от кофеина, да, вот именно л-теанин, я же сказал то, что мышцы кишечника, если парасимпатика пассивна, они выключены, они не будут работать, им нужен сигнал, соответственно, если мы выпили чай после еды или до еды, неважно, главное, что это чай, в котором есть л-теанин, соответственно, вы почувствуете то, что у вас начали работать собственно гладкие мышцы кишечника, и больше того, есть чаи, после которых, по крайней мере, у нас в компании друзей ходят, как бы, мы шутим, то, что невозможно выпить литр чая и не сходить в туалет, не, ну, это-то понятно, потому что толстый кишечник активизируется точно так же в ответ на парасимпатику, извини, но про шу-пуэр это знаменитая тема, то, что прогоняет черепаху, есть такой по-китайски термин, прогоняет черепаху шу-пуэр, означает, что любые запоры, там, прочая тема, с утра вот шу-пуэр попил и пошел, сразу же, бегом. А вот смотри, какая штука, шу-пуэр, вот конкретно этот, в нем л-тианина не было, соответственно, в нем кофеин, то есть, нет никакой проблемы, кому-то же хочется взбодриться, то есть, кто-то же пьет кофе, вот, пожалуйста, шу-пуэр, это такой же аналог, просто там л-тианина мало или его нет. А вот шен-пуэр я сегодня попробовал и тоже замер сделал, сработало, то есть, очень сложно даже предугадать, почему я сказал, от культивара очень многое зависит. Шен-пуэр, по идее, более, 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 ферментированный, чем зеленые чаи, то есть, есть же чаи японские с л-тианином, где они специально затеняют кусты, потому что л-тианин формируется в корнях, идёт с соками в листья и в листьях превращается в катехины, в полифенолы, то есть, он растение таким образом само себя защищает от окислительного стресса, от солнца, оно, ну, солнцем на него воздействует. Японские его держат, что л-тианин не трансформируется в катехины и остаётся л-тианином, правильно я понимаю? Да, да, но нет чего защищаться, и вот затенённые японские эти кусты, в них л-тианина, как правило, много, они даже специально этот метод и разработали. Слушай, Жень, я думаю, что мы огромные молодцы, мы оставим, у нас что-то ещё осталось на сегодняшнюю тему нераскрытое? Ну, это самое, нет, нет, собственно, три больших темы, которые хотел бы сказать. Это очень круто, на самом деле, последнее такое завершение про медитацию, мне кажется, это прям очень интересно. Друзья, обязательно в ссылке в описании Женя оставит подробную информацию, да, оставляйте ваши вопросы и попробуйте поэкспериментировать, попробуйте поэкспериментировать, потому что мне кажется, что это очень круто, я думаю, неосознанно мы все так или иначе это делали, потому что я вот тоже начитавшись в своё время Вим Хоффа и наслушавшись и просто потому что занимался йогой уже столько там, 15 лет нерегулярно, я вот тему дыхания уже понимаю тоже, но не всегда хватает на это какой-то силы воли, поэтому на самом деле для хорошего дыхания вот действительно отличная тема, то, что можно это совмещать с хипитием, когда все равно уже так или иначе успокаиваешься, но и так же на самом деле про дыхание я замечал, даже если ты просто вот, не важно, где ты находишься, идёшь, стоишь, лежишь, засыпаешь, просто хотя бы 10-20 вдохов-выдохов можете позволить сделать как надо, это тоже работает, я это замечал, но если с чаем, так ещё и вдвойне получается. Ну да, да, и главное просто вот насчёт кофеина, если переборщили или просто хотите расслабиться там перед сном, если уж нейрофизиологи советуют, я, например, пью эльтианин отдельно, то есть, окей, я пью чай, но вечером я просто не буду производителя показывать, вот, пожалуйста, эльтианин 200 миллиграмм, ну есть 100 миллиграмм, то есть, знал бы, прикуп жил бы в Сочи, сколько конференций прошло, я очень нервничал перед конференциями, ну знал бы, уже тогда был, не было бы никакой проблемы. Мы будем пить натуральный ванзибай чая и получает нужное количество литийанина натуральным путём. да. Всё, друзья, очень огромное вам спасибо за просмотр, Женя, спасибо тебе огромное за тоже интереснейший рассказ, мы обязательно будем продолжать тему науки о чая, я думаю, у нас уже как минимум две темы заложилось, это пообщаться с нашим другом из Австрии, да, и пока, пока покопаться про габуу на тайских ресурсах, тайваньских, вернее, может быть, так что, может быть, мы что-то новое найдём и узнаем. Спасибо огромное, друзья, всем пока.